В праздничные дни костел должен сиять чистотой. Генеральная уборка и обустройство храма на плечах его служителей. На Пасху излишества в убранстве недопустимы. Оформление костела в обычные дни и во время Великого Поста и Пасхи существенно различается. Сейчас, например, здесь практически нет украшений. Из атрибутов только те, которые имеют непосредственное отношение к празднику. Главный символ католической Пасхи, гроб, в котором лежит Иисус, мастерит монахиня Марта. Рассказывает, каждый год оформляет его по-разному. На этот раз в ход идут зеленая материя и белое полотно. В Страстную Пятницу мы воспоминаем погребение Иисуса Христа, его смерть, праздное крестье и погребение. Таким образом символически мы напоминаем этот факт, что его положили в гроб. Без специального облачения и религиозной символики. На уборке настоятель католического храма, отец Маркус, как говорится, в гражданском. Чтобы костел встретил прихожан божественной чистотой, священник сам взялся за швабру. Говорит, в преддверии светлого праздника порядок надо наводить и вокруг себя, и в душе. Уборка, это как будто внешний аспект, займет свое время, но это не главное. Главное то, что происходит внутри человека. Католическая Пасха в этом году на пять недель раньше православной, которая выпала на 1 мая. Такая разница из-за расхождений в календарях. На следующий год Пасху все верующие будут отмечать вместе. Дата главного христианского праздника в западной и восточной традиции совпала. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.